Для сложения или вычитания десятичных дробей необходимо Уравнять количество знаков после запятой с помощью нулей Записать числа друг по другам так, чтобы запятая оказалась под запятой Выполнить сложение или вычитание, не обращая внимания на запятую И последнее. Записать в ответ запятую под запятыми Посмотрим, как работает это правило на конкретных примерах Предположим, нам необходимо сложить 231,9073 и 28,15 Как это сделать? Необходимо записать данные числа таким образом, чтобы запятая оказалась под запятой То есть получается 231,9073 прибавить Запятая под запятой, это значит 28 пишем следующим образом Вот теперь у нас запятая под запятой 28,15 Теперь нам необходимо уравнять количество знаков после запятой с помощью нулей Что это значит? Мы знаем, что если мы после запятой в десятичной дроби припишем любое количество нулей От этого число не изменится То есть получится число равное данному А это значит мы можем дописать вот здесь вот после числа 5 0 Тогда у нас получится 4 знака после запятой в одном числе и 4 знака во втором То есть мы уравняли таким образом Дописывая 1 0, мы уравняли количество знаков после запятой с помощью вот этого одного нуля Теперь надо сложить эти два числа, не обращая внимания вот на эти запятые Просто складываем 3 плюс 0 будет 3 5 плюс 7, 12 2 пишем, 1 запоминаем 0, вот здесь вот 1 запоминаем, покажу 0 плюс 1, да еще 1, то есть 2 будет 9 плюс 0, 9 1 плюс 8, 9 То есть мы не обращаем внимания на запятую Пока запятую не переносим 9, 3 плюс 2, 5 И 2 2 плюс 0 будет 2 Или просто 2 сносим То есть получается 259 и так далее И вот теперь нам необходимо записать в ответ запятую под запятыми Вот под этими запятыми нам необходимо Вот здесь в результате поставить запятую В итоге у нас получилось число 259 тысяч Я его сразу здесь запишу То есть 259 тысяч 9 тысяч 223 10 тысяч Далее Попробуем найти разность двух чисел Предположим, нам необходимо найти разность Такую разность Такую разность 37 целых И 307 тысяч Надо вычесть 9 целых 5 тысяч 731 5 тысяч 731 10 тысяч То есть нам необходимо найти вот такую разность Записываем одно число под другим Так, чтобы запятая оказалась под запятой То есть у нас тогда получается 37 целых 307 тысячных Минус Целые под целыми Значит получается 9 Запятая под запятой 5 тысяч 731 10 тысяч Теперь с помощью нулей нужно уравнять количество знаков после запятой У одного числа 4 знака после запятой А у уменьшаемого у первого числа 3 знака после запятой Значит надо дописать у первого числа после запятой 0 Вот таким образом Теперь произвести вычитание Не обращая внимания на запятые От нуля единицу вычесть нельзя Занимаем От 7 вычитаем 1 Занимаем От 10 вычитаем 1 Будет 9 Здесь мы занимали У нас остается 6 6-3 Будет 3 От 0 вычесть 7 нельзя Занимаем От 10 вычитаем 7 Будет 3 Здесь мы занимали У нас остается 2 От 2 5 вычесть не можем, занимаем. 12 минус 5 будет 7. От 7 мы занимали, остается 6. От 6 9 нельзя вычесть, занимаем. 16 минус 9 будет 7. И здесь мы у числа 3 занимали, значит остается 2, сносим 2. Ну и теперь остается поставить только запятую под запятыми. То есть вот под этими запятыми ставим запятую вот здесь. То есть в результате у нас получается число, сейчас я запишу вот здесь в ответ его, у нас получается число 27,7339. Таким образом происходит сложение и вычитание десятичных дробей. Чтобы перемножить десятичные дроби, надо, во-первых, выполнить умножение, не обращая внимания на запятую. И второе. Отделить запятой справа столько цифр, сколько их у обоих множителей вместе. Рассмотрим такой пример. Триста девяносто одна целая и двадцать три сотых необходимо умножить на двенадцать целых двести одну тысячную. Как было сказано, необходимо перемножить, не обращая внимания на запятую. Как мы перемножаем обыкновенно натуральные числа? Мы записываем одно число под другим. То есть с этого и начнем. То есть триста девяносто одна целая и двадцать три сотых необходимо умножить на двенадцать целых двести одна тысяча. То есть мы записываем единицы под единицами, десятки под десятками. Раз мы на запятые внимания не обращаем, то тогда получается последнее число это единицы, это десятки, это сотни и так далее. То есть мы записываем единицы под единицами, десятки под десятками и так далее. То есть мы не обращаем внимания на запятые. Теперь необходимо перемножить как обыкновенные натуральные числа. Сначала умножаем на единицу. 1 умножаем на 3, 3. 1 на 2, 2. 1, 9, 3. То есть получилось, что это число просто нужно переписать. Потому что на единицу умножили. Далее мы умножаем на 0. Это количество десятков. И начинаем записывать, начиная со второго числа. Но если умножить на 0, будет 0, поэтому ничего не пишем. Теперь умножаем на сотни, то есть на 2. 2х3 и записываем под сотнями. 2х3, 6. Записываем под сотнями. 2х2, 4. 2х1, 2. 2х9, 18. 8 пишем, 1 запоминаем. И 2х3, 6. До 1 запоминали. Получается 7. Теперь необходимо умножить еще раз на 2. Вот она, вторая двойка. То есть получается то же самое число, только нужно начать его записывать слева. То есть правое число должно быть записано под тысячами. То есть это получается 6, 4, 2, 8, 7. Но так как умножали тысячи, не обращая внимания на запятую, надо начинать записывать с тысяч. Далее и умножаем на единицу. То есть получается опять мы должны переписать это число, начиная уже записывать под десятками тысяч. То есть получается 3, 2, 1, 9, 3. Теперь надо все это сложить. Складываем. Получаем в итоге 3, 2, 1 плюс 6 это 7. 4 плюс 6, 10 до 9, 19. 1 запоминаем. Далее 3 и 3, 6 и 4, 10. 2, 12 до 1 запоминали, 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 8 и 2 это 10 и 2, 12 до 1 запоминали, 13. 3 пишем, 1 запоминаем. 7 плюс 8, 15 до 1, 16 до 1 запоминали, 17. 7 пишем, 1 запоминаем. 1 запоминали до 9, это 10 до еще 7, 17. 7 пишем, 1 запоминаем. 3 до еще 1 запоминали, получается 4. Теперь необходимо отделить запятой столько цифр справа, Сколько их вместе у обоих множителей? У первого множителя две цифры после запятой. У второго множителя три цифры после запятой. То есть в итоге получается пять цифр после запятой у обоих множителей вместе. А это значит нужно справа отделить пять цифр после запятой. Два, три, четыре, пять. То есть получается запятую нужно поставить вот здесь. И в итоге мы получаем число 4773, 39723, 100 тысяч. Далее. Как умножить... Да, вот здесь вот можно подписать это число сразу. То есть получилось в итоге у нас 4773 и 39723, 10000. Далее. Как умножить число, десятичное число, десятичную дробь на 10? Для того, чтобы... Если натуральное число умножаем на 10, мы просто дописываем 0. А если десятичную дробь мы умножаем на 10, мы запятую переносим на один знак вправо. Вот, например, 37,5039, 10000. Надо умножить на 10. Это означает, что запятую нужно перенести на один знак вправо. То есть получается 375,39. Тридцать девять тысячных. Далее. А как умножить число на 100? Чтобы умножить на 100, надо перенести запятую на три знака. Предположим, у нас число такое... То есть на два знака, если на 100. А предположим, если надо умножить на 1000. Значит, надо запятую перенести на три знака. Вот, предположим, у нас число 5 целых и 12 сотых. Надо умножить его, предположим, на 1000. Как умножить число на 1000? Надо запятую перенести на три знака. Если на два знака перенесем, уже получится 512. Но у нас еще третий знак есть. То есть еще одна десятка. То есть если на 100, тогда на два знака будет 512. А если на 1000? То есть запятую переносим на три знака. Значит, надо дописать после числа 12 число 0. Либо сразу можно было дописать вот здесь вот 0 и потом перенести уже на три знака. То есть получится число 5120. Таким образом, когда у нас вот эти значащие цифры после запятой заканчиваются, надо просто дописывать нули. Таким образом, что у нас получается? Умножаем на 1000. Три нуля, значит, запятую надо перенести на три знака вправо. Переносим запятую на три знака вправо. Получается один знак, два знака и еще дописать один ноль. Необходимо. То есть получается 512 и дописываем ноль. То есть получается в итоге 5120.